Гольф больше не назовешь видом спорта аристократов в Красноярской школе номер 10, располагающейся в самом центре Красноярска. Этим видом спорта теперь занимаются на дополнительном уроке физкультуры. Сегодня прошел первый из них. Первые удары по мячам на открытом уроке в спортзале 10-й школы наносят триумфаторы Кубка Президента Казахстана. Но в импровизированную лунку в 10 шагах на ровном полу попасть удается не у всех. Момент очень уж волнительный. В красноярских школах в гольф не играли никогда. Этим видом спорта детей здесь решили занять на дополнительных уроках физкультуры. По закону образования учреждение само может разрабатывать программы. И сейчас у нас три часа уроков физической культуры в неделю. И никто в школе не запрещает третий час проводить как вариативную часть на базе какого-то вида спорта. Эти клюшки и мячи не детские, а специально разработанные для проведения уроков в школах. Причем работали над этим инвентарем специалисты страны, в которые в гольф играют уже сотни лет. Сегодня детям Красноярская федерация гольфа краевая вручила комплект, так скажем обучающий детский комплект для познавания первых азов игры в гольф. Разработан он в Великобритании, которая славится своими традициями гольфовскими. Анна Веневсова привезла из Казахстана бронзовую медаль. В формате строк-плей среди женщин она показала лучший результат, но взять золото помешал предварительный рейтинг – гандикап. К 2016 году, когда в Рио-де-Жанейро пройдет Олимпиада, спортсменка намерена попытаться попасть в сборную страны. И если повезет, выступит в Бразилии. Будем стараться со всех сил попасть на Олимпиаду. Будем делать все возможное. Но если вдруг не получится, то, конечно, мы не расстроимся. И будем стараться попасть на Олимпиаду через одну. То есть всяко-разно мы хотим участвовать. Я думаю, при достаточно плотной, хорошей работе они способны попасть в сборную России и выступать на Олимпиаде 2016 года по гольфу. А вот что от них требуется для этого? От них просто работа, упорство. Все остальное все есть, все работает, все двигается. Учащиеся 10-й школы будут играть в гольф на уроках физкультуры раз в неделю. Отличившиеся пригласят заняться спортом всерьез в клубе «Орлиные холмы». Конечно, желание красноярцев выступить на Олимпиаде в Рио амбициозно. Но, впрочем, Тайгер Вудс впервые в жизни взял клюшку, когда ему было 9 месяцев, и кто бы мог подумать. Поэтому будем надеяться. Если у вас есть свои новости, звоните лично мне. Мой телефон 292-63-1. Либо пишите нам на сайт afontobu.ru Виктор Самусенко, Андрей Егоров, Афонтова. Новости.